Девочки и мальчики, всем привет! Мы рады вас приветствовать на нашем канале Дэр Хантер. Сегодня у нас вот такой замечательный обзор вот такого чудесного оптического прицела. Прицела Night Force NX-8. Что говорить? Night Force сказал уже все за себя. Это качество, это надежность, это долговечность. Данный конкретный прицел у нас имеет кратности от 2,5 до 20. Диаметр выходной линзы 50 мм. Прицел в милирадианах. Диаметр трубки 30 мм. Сетка Mil XT в милирадианах. Давайте камеру сейчас поближе мы поставим и его рассмотрим. Наверное, важно отметить, что он в первой фокальной плоскости. Это очень важно. Итак, давайте рассмотрим прицел поближе. Прицел у нас, как я сказал, Night Force NX-8 кратностью от 2,5 до 20. Что нам это дает? Это дает нам скорость прицеливания, хороший захват цели на дальнем расстоянии. И дает нам возможность максимально быстро приблизить цель к себе. Прицел, как я сказал, в первой фокальной плоскости. Сетка остается актуальной на всех кратностях по отношению к цели. Все поправки по сетке выносом можно стрелять на любой кратности. Сетка меняется, но она меняется одновременно с кратностью. То есть на минимуме сетка тоненькая, на максимуме она потолще. Но все расчеты остаются актуальны. Ничего нам вычислять и просчитывать не надо в данном случае. Сеточка Mil XT предназначена для стрельбы выносом, как я уже сказал. То есть позволяет нам экономить время. Нам не нужно тратить время на то, чтобы скрутить барабаны. Мы быстро можем выстрелить точно выносом по сетке. Дает нам это экономию времени. Первая фокальная плоскость – это выбор высокоточников, это выбор спортсменов, это выбор снайперов. Ну и для охотника это лишним также не будет. В комплекте с прицелом шла вот такая вот фирменная салфеточка для протирки линз. Давайте ее уберем. Вот такой вот рычаг, который устанавливается на механизм изменения кратности. И позволяет нам быстро менять кратность. Ну и такая вот, конечно же, фирменная Night Force отверточка. Так, давайте по ТТХ еще поговорим с вами. Труба диаметром 30 мм. Он компактный. Одновременно это и плюс, ну и, наверное, не то чтобы минус, но это своя особенность. Его компактность – это особенность. Весит он 802 грамма. Рабочий диапазон температур от минус 20 для плюс 55. Удаление зрачка от окуляра составляет 87,5 мм. Ну и поле зрения давайте отметим, что на минимальной кратности 13,9 мм, на максимальной кратности 2,3 м. Как я уже сказал, есть механизм зеростоп. Что он нам дает? Он нам позволяет быстро вернуться к нулю. То есть мы пристреляли прицел, установили ноль. И потом, как бы в горячах, в попыхах мы уже не крутили, там не сбивались в количестве кликов. Мы точно знаем, что докрутив до определенного момента, барабанчики введения поправок у нас встанут колом. Это значит, что мы вышли на тот ноль, который был у нас установлен. Как я уже сказал, сетка в миллирадианах. То есть один клик барабанчика введения поправок – это на 100 метрах 1 сантиметр. То есть 0,1 миллирадиан. Кому-то удобнее в МОА. Нам, мне и моим товарищам, удобнее всё-таки в миллирадианах. Но как-то метрическая система для нас привычнее. Потому что мы всё измеряем в сантиметрах. Правильно? Если мы стреляем в гонг, то мы измеряем его сантиметрами. Если мы стреляем в мишень, то мы её меряем в сантиметрах, а не в МОА. И что-то нам потом… Мы понимаем, сколько это МОА. Ну, то есть, конечно, это дело привычки. Но нам привычнее в миллирадианах. Так, по механизмам имеющимся. Слева у нас на прицеле имеется маховичок от строки параллакса от 10 метров до бесконечности. Здесь имеется кнопка у нас сбоку – это включение, отключение подсветки, изменение её цвета. Справа у нас расположен барабан ввода поправок по горизонту. Он находится под крышечкой, он закрыт. Для чего это сделано? Почему? Почему он не нужен нам открытый? Потому что сетка у нас, ёлочка, она именно и сделана для того, чтобы стрелять выносом. А то, что барабан закрыт крышечкой, это удобнее при носке, при охоте. Скачан на лошади там по горам где-нибудь, мы не будем цепляться и сбивать. Есть такие моменты. Люди даже приматывают их, изолентой заматывают, чтобы они в ходе охоты там не сбивались. Механизм введения вертикальных поправок – 32 миллирадиана. Клики ровные, чёткие, вменяемые. Дважды провернуть его автоматически на скорости невозможно. Всё читаемо, всё считаемо. Это большой плюс. Как я уже сказал, есть зеростоп. При его выставляем ноль, фиксируем, всё. И мы уже знаем, что от него мы не уйдём. Если где-то в попыхах на охоте мы что-то накрутили, перекрутили, мы точно знаем, что выкрутив до упора мы упрём всё в ноль. И от него можем опять вести отсчёт. Это очень удобный механизм. Дальше. По особенностям прицела. Прицел очень хороший. Прицел позволяет… Основная особенность и достоинство этого прицела – это его компактность и возможность быстрого захвата цели. То есть на минимальной кратности 2,5 мы легко видим цель, наводим и уже увеличением кратности с помощью рычага быстро эту цель к себе приближаем. Сетка в первой фокальной плоскости даёт нам возможность не рассчитывать ничего, никаких подсчётов. Сетка актуальна по отношению к цели. Всё, мы делаем точный выстрел. Ну и одной из положительных таких моментов, особенностей этого прицела является то, что широкий диапазон регулировки поправок по вертикали даёт нам возможность использования данного прицела без каких бы то ни было планок с наклонами 10-20 муа. Мы можем регулировать пристрелку прицела за километр. Вот, наверное, в принципе, всё, что хотели сказать. Необходимо отметить качество стёкол, как ещё один положительный момент. Мы уже сказали, что это надёжность, всё, качество стёкол, высокое просветление. Шикарная картинка. Все вот там говорят о каких-то мифических примерах надёжности Найтфорсов. Я расскажу вот такой пример из нашей жизни. То есть у одного из владельцев оружия, у предводителя нашей стрелковой, так скажем, организации, была такая ситуация. Винтовка с прицелом упала на землю, он не заметил и переехал прицел Найтфорс внедорожником. Что произошло? Ничего не произошло. Произошло то, что СТП сместилось на 5 или 7 сантиметров. И после регулировки, после перепристрелки, прицел по-прежнему стрелял туда, куда надо, и прослужил владельцу ещё долго и долгие годы. После чего был продан и дальше служил. Наверное, это будет лучшей рекомендацией прицелом Найтфорс. Вот, в общем-то, и всё. Давайте на сегодня заканчивать. Прицел шикарный, прицел замечательный. Прицел для всего. Прицел подойдёт как охотникам, так и любителям пострелять. Ну, спортсменам для спорта он, наверное, меньше всего адаптирован. Спортсмены всё-таки больше любят там Найтфорс-атакер. Они им позволяют именно в плане спорта больше реализовывать возможности. Но, тем не менее, тем не менее, касаемо Найтфорса, если мы берём список участников каких-то соревнований по снайпингу, я не обману, если скажу, что у 80% участников прицелы именно Найтфорс. А может быть, даже и больше. Что тоже, конечно, является дополнительной рекомендацией для этой марки. Всё. Всем пока. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели наш канал. У кого остались какие-то вопросы, пишите, ответим на них. Субтитры сделал DimaTorzok